Добрый вечер в Украине 20.00. В эфире подробности о главных новостях расскажут наши корреспонденты в студии Наталья Белышева. Стена до суда довела. Арестуют ли подозреваемых в разворовывании денег на обустройство границы с Россией? Свои люди в криминале. Полиция создает собственную разведку. Будет ли результат? Синдром таможни. Подполковника миллионера в Закарпатье могут отпустить под залог. Станет ли прокуратура оспаривать это решение? Минздрав предупреждает, куда пропадают деньги, выделенные на лечение украинцев за рубежом. Дело стена. Кражами денег, выделенных на Евровал, теперь займется суд. В эти минуты избирают меру пресечения шести подозреваемым, которых 8 августа задержали детективы Национального антикоррупционного бюро. Среди обвиняемых чиновники Госпогранслужбы Черниговского Автодора и представители частных фирм-подрядчиков. За процессом в Соломинском суде Киева наблюдает мой коллега Александр Васильченко. Он сейчас с нами на прямой связи. Саша, добрый вечер. Расскажи, есть ли какие-то уже решения? Добрый вечер, Наталья. Анонсированное специализированное антикоррупционной прокуратурой судебное заседание началось с двухчасовой задержкой. Пока офицеры производственно-технического отделения Госпогранслужбы Вячеслава Майдановича не доставили в Соломинский райсуд столицы. Именно этот чиновник осуществлял технический надзор за строительством так называемого Евровала. По словам прокуроров САП, проведенные экспертизы показали, что работы выполнены не в полном объеме. В некоторых местах дорога, которая должна проходить возле оборонительного редута, полностью отсутствует. Однако акты выполненных работ утверждают обратное. Предварительно общая сумма нанесенного ущерба составляет практически 17 миллионов гривен. Статья обвинения о хищении средств подразумевает лишение свободы на срок от 7 до 12 лет. На время следствия прокуроры просят суд взять Майдановича под стражу. Якобы подозреваемый может покинуть территорию страны. Мы просим призначити Майдановичу заставу в размере 5 тысяч прожиткового минимума для председательной войси. И хотя зафиксированным надам на декларацию, мы также можем с ней ознайомиться, на нём действительно нет нерухомостей, нет транспортных засобов. Однако участники данного случая завладели грошевыми коштами гражданского бюджета на сумму 16,7 миллионов гривен. По версии следствия, фигуранты уголовного производства работали через конвертационный центр «Киттрейд». Компании-застройщики перечисляли на эту фирму прокладку «Деньги», после чего их обналичивали. Адвокат Майданович это отрицает, говорит, его подзащитный деньги не брал. Единственное, в чём его можно обвинить, так это в халатности. Поэтому просит задержанного не брать под стражу. Я хочу сказать, что с технического взгляда, возможно ли, есть порушения, связанные с недборостью Майдановича. Но еще развертаю уважаю в суд на то, что он не имеет никакого отношения к перерахованию коштей, не имеет никакого отношения к кубертации коштей гражданского бюджета. По протоколу про Сумовню, все, что там, значит, назначено, там 95% рублей тысячи, это всё не будет и в работе. Сам Майданович с прессой общаться отказывается. В зале сюда заявил, что под стражу её брать нельзя, так как на попечении у него несовершеннолетняя дочь. После перерыва судья все-таки вынес вердикт. Вячеслава Майдановича оставить под стражей на 60 суток с альтернативой внесения залогов в 505 тысяч гривен. Также по делу строительства стены сегодня в столичных судах избирают меру пресечения еще трем фигурантам. Среди них начальник управления капитального строительства Госпогранслужбы Александр Тимонюк, директор строительной фирмы Азии Сергей Значко и начальник группы спецстроительства Госпогранслужбы. Мы продолжаем следить за развитием событий и будем сообщать вам о новых подробностях. Наталья. Спасибо, Саша. Александр Васильченко с подробностями суда по делу Евровала. Новых фигурантов по делу стены обещают в Национальном антикоррупционном бюро. По словам директора НАБУ Артема Сытников, в скором времени возможны новые задержания. Расследования дела еще не закончены. Сейчас детективы изучают схемы кражи денег, которые должны были пойти на строительство Евровала. Учитывая масштабы хищений, в НАБУ пока не берутся прогнозировать, когда полностью изучат дело и передадут все иски в суд. Есть расследования, которые durали очень долго. И мы выяснили, что ряд работ, которые включены в акты принимания передачи, они не выполнялись. И за это фактически списываются деньги. И дальше эти деньги перераховывались на эффективные субъекты господарения и проводились в готовку. Ну, это такая достаточно стандартная схема. Расследование durает и выключать появление новых подозрений я не буду. Напомню, распиаренный в свое время экс-премьером Яценюком, проект «Стена» фактически провалился. За три года на украинской и российской границе возвели всего 300 километров защитных сооружений, то есть 15% от запланированного объема. Идейные вдохновители этого проекта постоянно жалуются на нехватку денег, но Украина уже закопала в него сотни миллионов гривен. Только в этом году на «Стену» выделили из госбюджета порядка полумиллиарда, а общая стоимость проекта 4 миллиарда гривен. Строительство «Евровала» не раз критиковали СМИ, как, впрочем, и другие инициативы Народного фронта. Фронтовики регулярно фигурируют в уголовных коррупционных расследованиях. Буквально на этой неделе в политическом преследовании представители этой политсилы обвинили интернет-издания страна Юэй. И я напомню, что в сентябре прошлого года нападению подверглась редакция подробностей. После поджога редакции подробностей прошло около года, но до сих пор ни одного подозреваемого, не говоря уже о задержанных или осужденных, ни заказчиков, ни исполнителей следствие установить не может или не хочет. Своё собственное расследование провели оппозиционеры. И, как они выяснили, организаторы атаки на редакцию новостей Интера – члены партии «Народный фронт», в частности глава МВД Арсен Аваков. Курировал нападением его советник Илья Киева, а исполнителями были люди с криминальным прошлым. В полиции атаку квалифицировали как поджог и хулиганство. И только благодаря действиям руководства редакции и оппозиционеров добавили статью «Теракт». А расследование передали в СБУ. Активизировать работу правоохранителей призывала и представителю БСЕ по вопросам свободы СМИ Дуня Миятович, и представители ЕС, и члены Национального союза журналистов. Выполнить решение суда и зарегистрировать легитимных руководителей соцпартии потребовали от Минюста представители левых сил. Об этом говорится в резолюции, принятой в Виннице. По словам Сергея Каплина, здесь, как и в других регионах, активисты от СПУ и социал-демократической партии выступали против рейдерского захвата соцпартии советникам Авакова Ильей Киевой. А уже на ближайшем съезде могут объявить о создании объединенной силы блок левых за простых людей. Мы выбрали все суды, мы объединяли всех партийцев. Мы объехали півкраины. За два наступных тижня объедем другую половину нашої потужної великої держави. В Украине появится новая криминальная разведка. Об этом заявил глава нацполиции Сергей Князев и добавил, что это будет украинское ноу-хау. О том, когда же наконец расследуют резонансные преступления, пока ни слова. Напомню, что до сих пор никому даже не объявлено подозрений в делах об убийствах журналистов Павла Шеремета и Олеся Бузины, свидетеля по делу Януковича российского политика Вороненкова. Молчит следствие и по делу перестрелки в селе Княжичи под Киевом. Из самых свежих примеров можно вспомнить дерзкое убийство мужчины в столице возле одного из ТРЦ на глазах у десятков свидетелей. И тем не менее, в МВД продолжают создавать новые подразделения. Подробнее о криминальной разведке в нашем материале. Без агентуры и вербовки полиции заговорили об очередном ноу-хау. В этот раз намерены обновить штат, точнее методы работы разведки. И если во всем мире существует практика внедрения копов в преступной группировки, то в Украине почему-то от этого решили отказаться. Что касается отхода от традиционных методов, агентуры, внедрения и вербовки, так это вообще не вяжется с здравым смыслом. Потому что любая разведка в любой стране во всем мире, она как бы строится на этих трех китах. Вербовка, агентура и внедрение. В каждом дворике на скамейке будет сидеть разведчик с семечками. Так уже шутят в социальных сетях о новациях в нацполиции. А вот эксперты убеждают, подразделение попросту не будет работать. По их мнению, это обыкновенный популизм, ведь отказаться от традиционных методов разведки невозможно. Где вы видели преступника, который придет к вам и сам скажет, да, действительно, вы знаете, мой коллега по работе обокрал банк. Вот нету таких сотрудников. Или же, если уже они декриминализировали закон об оперативно-розыскной деятельности, то вводите меру благодарности за информацию. Тогда будут один на другого стучать. Криминалисты уверены, такие действия очреваты лишь одним. И так низкая раскрываемость преступлений станет еще меньше. И криминогенная обстановка в стране может скатиться до уровня лихих 90-х. В подтверждение этому, стрельба на вокзальной площади в Киеве, как сообщили в городской полиции, это произошло около 10 утра. Конфликт между мужчинами закончился перестрелкой. Пострадали три человека. У всех ранения рук и ног. После общения с полицией, один из раненых самостоятельно ушел из больницы. Стрелявшие же сбежали с места происшествия сразу. И пока полиция их не нашла. Дело о госизмене Виктора Януковича сегодня в очередной раз рассматривали в Абалонском райсуде столицы. В частности, посмотрели видеозапись заседания Совбеза ООН 2014 года, на котором на тот момент представитель России Виталий Чуркин зачитал письмо Януковича к президенту России Путину. В этом письме просьба ввести на территорию Украины вооруженные силы. Сторона обвинения в суде заявила, что в демонстрации этого документа Чуркин пытался узаконить военное вторжение РФ на территорию Украины. Адвокат, в свою очередь, все отрицал. Следующее заседание состоится 15 августа. Будут допрашивать свидетели обвинения, экс-представители Украины в Совбезе ООН Юрия Сергеева. Вважаю, что все доказы, которые получены стороной обвинения на досудовом расследовании, они незаконными, они недопустимыми, через то, что подозра предъявлена не была Януковичу. У стороной обвинения есть великий обсяг доказов, безоперечных доказов, которые доводят, что данный лист был. Все эти документы вместе с Верной Чуркиным и вместе с заявкой Януковича были вызнаны официальными документами Ради безопасности ООН. Нам это получено в законный способ. Генпрокуратура снова взялась за «Нафтогаз». Руководителей госкомпании обвиняют в незаконном увольнении Игоря Бурака с должности вице-президента «Укртрансгаза». Впрочем, кроме нарушения трудового законодательства, к менеджеру-монополисту есть и другие претензии. Какие именно, подробнее в нашей справке. Многотысячные премии и зарплаты с шестью нулями. Топ-менеджеры «Нафтогаза» в этом году деньгами себя не обделили. В начале 2017-го руководство компании накинуло себе 2 миллиона гривен в качестве премиальных для четырех членов наблюдательного совета. Помимо этого «Нафтогаз» выделил 15 миллионов гривен на оклады для этих же людей. Не бедствует и правление компании «Монополиста». Собственные зарплаты они увеличили в 13 раз. После чего, например, глава НАКО Андрей Коболев стал получать ежемесячно 2 миллиона гривен. С ростом зарплат у менеджеров повышались и тарифы на газ для населения. Только за последний год расценки увеличились в 4 раза. Сейчас 1000 кубометров топливо обходится потребителям почти в 7000 гривен. Хотя в НАКО нынешний тариф все равно считают нерентабельным и настаивают на его увеличении. Проверить деятельность «Нафтогаза», «Набу» и генпрокуратуру уже не раз призывали нардепы. В Ужгороде суд арестовал задержанного вчера подполковника таможенной службы. Полицейские заявляют, что он систематически требовал взятки у предпринимателей за ввоз товаров в Украину без растаможки. Дома у него нашли документы, подтверждающие, что на банковских счетах семьи 700 тысяч евро. Чем закончится эта история, выясняла Марина Коваль. Это оперативное видео. Полицейские задерживают начальника смены таможенного поста «Вилок». Он как раз получил 400 долларов взятки. Владимир Гладинец, так зовут таможенник, отребовал деньги у предпринимателя за ввоз авто без растаможки, говорят правоохранители. После задержания обыски провели и у него дома. В данной особе, працанникам митницы, есть депозитные рахунки в иноземной валюте и в витчизненной валюте в иноземных банках и в украинских банках. Общая сумма, если подбить все депозитные рахунки на данную особу и членов ее семьи, на сягае близко 700 тысяч евро. Владимир Гладинцу 50, в таможне с 89-го года. Вот его дом на окраине Ужгорода в престижном районе. Здесь во время обыска правоохранители нашли паспорт гражданина Венгрии, выписанный на имя Гладинца. Сегодня подозреваемому избирали меру пресечения. Тут заявляет, его подставили. Вы маете такую сумму на 6 тысяч евро? Нет, я просто был поручителем, чтобы людина не ехала. Все, объясните, какие кошки? Что вы говорите? И паспорт подозреваемый? Ласка, не снимайте, дайте спокойно. Прокуратура требует оставить задержанного под стражей. Если же суд решит отпустить под залог, сумма должна быть приличной. Засылайте составу в размере 2 тысяч прожитковых минимум для председательных осіб, что в свою очередь установит, согласно закону Украины про государственный бюджет за 2017 год, 3 млн на 368 тысяч евро. Александр Пересоляк – общественный активист. Он изучил декларацию таможенника. Говорит, тот живет совсем не по зарплатным меркам. Его доход за риг складает близко 70 тысяч гривен. Дружина его не работает. Две иномарки, коштовые. По-другому, это дом, 300 метров квадратный, который коштует несколько сот тысяч долларов. Готовка не была задекларована. Суд оставил Гладинца под стражей с возможностью внести залог. Суму назначили вроде бы и не маленькую, 1 млн 100 тысяч гривен. Но для подозреваемого она вполне подъемная, считает общественник. А вот адвокаты намерены подавать апелляцию. Марина Коваль, Юрий Ковалев, подробности, телеканал Интер, Закарпатская область. И снова скандал вокруг львовского мусора. Депутаты горсовета подозревают мэра Андрея Садового в отмывании денег во время вывезения отходов. Почему возникла такая версия, выясняли мои коллеги. Отчет о затратах на услуги по вывезению мусора от мэра Андрея Садового и коммунального предприятия «Львовспецкоммунтранс» потребовал депутат горсовета Игорь Телешевский. По его данным, на это из городского бюджета ушло более 200 млн грн. Заявляет, часть средств попросту украдены. Фуры, которые могут вывезти, например, 20 тонн, а вывозят 10, а им выплачивают за 20. Это просто их крадут гроши, городские гроши. И все машины, которые вывозили в Схидную Украину, или где-то поблизости на полигоны, не взваживались. Просто они могли вывозить просто воздух. Подозрения в растрате средств не безосновательны. В конце июня мэрия передала полномочия по вывезению мусора из Львова областной администрации. Сумма, уплаченные за услуги, оказалась значительно меньше, чем платил горсовет. Против липня месяца мы заплатили перевезникам 12 млн грн компенсации за вывезение твердых побутовых отходов, что почти в два раза меньше, чем было заплачено Минской Радой за такие аналогичные периоды. Чиновники областной госадминистрации ввели контроль. Все фуры теперь взвешивают и проверяют. Что именно внутри. А бывшие депутаты горсовета рассказывают, на мусоре всегда зарабатывали немалые деньги. На львовском смяте против последних 12 лет безбожно крали, дописывая практически каждого дня в двое или больше суммы на вывезе смятя. Никто же не может проверить, сколько в день вывозится смятя. На запрос Игоря Телешевского мэр Андрей Садовый должен ответить в течение 30 дней. Вот только в то, что это будет детальный отчет, а не банальная отписка, депутаты горсовета не верят. Сам Садовый так прокомментировал ситуацию. То, что некоторые политики на меня бочку котят. Так котили, котят и будут котить. Бог им, нехай и помогает. Будем за них молиться. У правоохранителя вопросов к городоначальнику пока нет, но областная прокуратура сейчас расследует уголовное производство в отношении одного из перевозчиков, сотрудничавшего с горсоветом. Данил Снисор, Виктория Долик, Юрий Голубинко. Подробности телеканал Интер Львов. Премьер-министр Владимир Гройсман встретился с новым главным пограничником страны Петром Цегыколом и теперь уже советником президента Виктором Назаренко. Обсудили детали реформы, кадровую политику. Премьер обязался увеличить бюджетное финансирование и обозначил задачи для Госпогранслужбы. Среди главных это эффективная борьба с контрабандой. Завершилось следствие по делу о махинациях с госзакупками в Минобороны. Среди обвиняемых 5 чиновников департамента госзакупок и поставок. Об этом сообщает главная военная прокуратура. Им объявили о подозрении в служебной халатности. По данным следствия чиновники заплатили частной фирме заказки и бронежилеты с учетом НДС. Хотя знали, что на время АТО этот налог не взымается. К тому же цена товара была сознательно завышена. Убытки государства оценили в 34 миллиона гривен. Двум руководителям компании-поставщика предъявили обвинение в завладении чужим имуществом. В зоне АТО обстрелов сегодня было относительно немного. В основном на Донецком и Приморском направлениях. Ранен один военный. Тем временем боевики укрепляют свои позиции. Все подробности об этом узнаем от Руслана Смещука. Позиций на Светлодарской дуге. Напротив оккупированная Дебальцево. Бои тут ведутся в открытой степи. Военные вражеские обстрелы не терпят. В случае опасности открывают ответный огонь. Нам показывают последствия недавнего минометного обстрела. Мины падали очень кучно. Мы решили проверить, как мы спим, чем у нас сон. И вообще, насколько мы готовы до такой час, четвертой часы. После обстрела нам было сообщение наше высшее командование. И им была дана ответственность. Такой же адекватной оружием. После этого они не обстрелили больше нас. А еще боевики постоянно укрепляют оборону. Открыто все там устраиваются, копают, ведут все спокойно. Оборудуют, в основном, блиндажи строят. Такие вот с бойницами, укрытые позиции, перекрытые щели. Докапываются, переднюю линию там укрепляют хорошо. До самой ближайшей 1200. Ну, так до полтора-два километра. Кроме того, противник почти каждый день использует беспилотники. Сразу по 3-4 единицы. Как будто бы к чему-то готовится. Руслан Смещук, Евгений Пахальчук и Игорь Щепет. Подробности телеканал Интер. От пули украинского военного в Луганской области погибла женщина в свой день рождения. Подробности сообщили в местном управлении нацполиции. Я напомню, сегодня утром стало известно, что армеец убил 25-летнюю мирную жительницу в селе Троицкое Попаснянского района и ранил ее мужа. В полиции пояснили, что потерпевшие сами пригласили военных на праздник. Во время застолья один из бойцов поссорился с хозяевами. Завязалась драка и военный несколько раз выстрелил из автомата. Полиция открыла уголовное производство по статье «Убийство» и «Покушение на убийство». Личность установлена, мотив пока нет. Во Франции арестован водитель, который накануне совершил наезд на военных в пригороде Парижа. При задержании нападавшего ранили. Все подробности знает Татьяна Лагунова. Амубин Латреш, 36 лет, выходец из Алжира, который последние три года жил в пригороде Парижа. Работал в местной прачечной, по словам соседей, был замкнутым и практически ни с кем не общался. Это пока все, что известно о мужчине, который накануне на машине совершил наезд на французских военных. Сам нападавший показаний пока не давал. Во время задержания на автобане он был ранен полицейскими и сейчас находится в больнице. Я ехал в направлении колеи и вдруг заметил, что обгоняющие меня машины подают сигналы фарами, что я должен остановиться. Я увидел пробку, много полиции и заглушил мотор. И тут началась стрельба. Полиция уже обыскала квартиру, где жил нападавший. Что нашли, пока не говорят. В любом случае, силовики не сомневаются. Нападение было спланированным. Камеры наблюдения засняли наезд. Машина долго стояла на парковке, когда из казармы вышли военные. Водитель тронулся с места и быстро, набирая скорость, въехал в группу солдат. Мы знаем, что это был не несчастный случай. Это была преднамеренная атака. Пострадавшие военные до сих пор находятся в госпитале, но уже на днях их обещают выписать. Татьяна Лугунова, Павел Лысенко. Подробности Европейское. Бюро телеканала Интер. Обмен угрозами между Вашингтоном и Пхеньяном переполошил уже полмира. После обещания Дональда Трампа ответить Северной Корее огнем и яростью, успокаивать американцев пришлось госсекретарю США и министру обороны. Тем временем в КНДР эти слова восприняли серьезно и пообещали нанести удар баллистическими ракетами по американской базе на острове Гуам. Япония, в свою очередь, заявила, что готова сбивать эти ракеты. Подключиться к ответному удару в случае атаки Пхеньяна пообещала и Южная Корея. Жизнь взаймы. В Америке побит антирекорд. Жители этой страны задолжали банкам более триллиона долларов. Как это скажется на экономике и не грозит ли штатам новый кризис, разбирался Дмитрий Анопченко. В штатах мало у кого есть наличные. По статистике, 171 миллион американцев каждый день пользуются кредитками. Формально это каждый второй. А если взять в расчет младенцев и тех, кто выписывает чеки, так и вовсе окажется. Количество тех, кто за покупки платит, как здесь говорят, кэшем, крайне мало. Делать большие покупки наличными здесь считается неприличным. Более того, даже подозрительно может выглядеть. Другое дело кредитки. Банки дают их очень легко. И когда получил свою первую кредитную карточку, то всегда получишь письмо из банка с предложением, мол, не хочешь ли сейчас открыть еще одну? Навыдавали столько, что общий долг по кредитным карточкам перевалил за триллион долларов. Такого еще никогда в истории не было. Агентство Bloomberg выяснило, причиной стала война за клиентов, которую развернули давние конкуренты. Citigroup и Morgan Chase, две крупнейших банковских корпорации Америки. Здесь постоянно предлагают перекладывать долги. Вот, к примеру, по этой кредитной карточке долг, ну скажем, 10 тысяч долларов. Можно затянуть пояс и рассчитаться, а можно пойти в банк-конкурент и получить еще одну карточку, ну скажем, на 15 тысяч долларов. 10 заплатить, 5 оставить себе на расходы. Ну а когда придет время отдавать и этот долг, то пойти в еще один банк, получить карточку уже на 20 тысяч, заплатить 15, оставить себе 5 и так по кругу. В какой-то момент соскочить с финансовой карусели уже невозможно. Слишком много надо вернуть. Долги копятся, как снежный ком. И у людей, и у банков финансисты обеспокоены. Мол, в последний раз похожую ситуацию фиксировали в 2008-м, как раз перед глобальным экономическим кризисом. Но глава Федеральной резервной системы Дженет Йеллен заверила, финансовая система Америки сейчас и устойчива, и безопасна. Вот почему американцы и берут дешевые кредиты, пока их можно получить. Да так активно, что скоро громкая фраза «долги на триллион» тоже останется в истории. Придется к новому антирекорду готовиться. Из Соединенных Штатов Дмитрий Анопченко, Сергей Коваль, Американское бюро телеканала «Интер». Полмиллиона евро на перелеты и поездки Еврокомиссия потратила за два месяца. Чтобы получить эти цифры, испанской общественной организации понадобилось три года. Почему еврочиновники пытались скрыть информацию и кто потратил больше всех, расскажет Елена Абрамович. 75 тысяч евро за рабочую поездку одного еврокомиссара в Баку и более 600 евро за одну ночь в Эфиопии другого. Всего два месяца командировок члены Еврокомиссии обошлись налогоплательщикам стран Евросоюза в полмиллиона евро. Это цифры за январь-февраль прошлого года. Какие расходы были после этого, общественные организации еще пытаются разузнать. Но в комиссии делятся информации неохотно. Объясняют это большой загруженностью и тем, что их институция и так одна из наиболее проверяемых в мире. Расходы контролируются и Европарламентом, и Европейской аудиторской палатой. Перелеты – это часть годового бюджета Еврокомиссии. Расходы на них ежегодно тщательно проверяются. Существует административная часть бюджета Евросоюза, в которую входят эти затраты на путешествия. Дороже всего обошлись командировки Верховного представителя Евросоюза по иностранным делам Федерики Маггерини. Она минимум втрое превысила расходы других своих коллег. Так как летала в основном на частных чартерных самолетах, влетел в копеечку и президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, один его визит в Рим обошелся в 27 тысяч евро. Впрочем, в Еврокомиссии объяснили, летал он не один, а в команде из 8 человек. Так что эту сумму делить нужно. Заказывают для него и других воздушное такси, когда нет подходящих коммерческих рейсов. Из Брюсселя Елена Абрамович, Евгений Каминский. Подробности Европейское бюро телеканала Интер. А в Украине генерировали биткоины. Целую фабрику этой криптовалюты нашли в лечебнице Института Патона. 200 нелегально подключенных компьютеров обнаружили в пустующем бассейне. Как отмечает следствие, часть сгенерированной валюты конвертировалась и переводилась на фиктивные фирмы. Далее средства шли на счета злоумышленников и обналичивались. Напомню, согласно законодательству, биткоин не может использоваться в Украине как средство платежа. Однако переводить криптовалюту в гривню и наоборот не запрещено. Полмиллиона гривен. Цена жизни украинцев, которым не могут оказать медицинскую помощь на родине. В Минздраве на эти цели выделили только треть суммы, за которую еще месяц назад планировали вылечить 97 тяжелобольных. Но сейчас за границу едут лишь 47 человек. На остальных больных средств не хватило. Где деньги, выясняла Павлина Василенко. Люди, месяцами ждущие медицинской помощи, с начала недели пикетируют Минздрав и Кабмин. Говорят, рады за тех, у кого появился шанс на выздоровление. Но тех, кто еще стоит в очереди, настораживает, что чиновники хранят в секрете даже ту информацию, которая касается самих пациентов. Мы своих номеров не знаем, они нам уже не говорят их. Уже все, не оприлюднуют. Так что мы не знаем, какие мы в черзе. Хай просто скажут нам, сколько выделено на каждую особу. Чтобы мы знали, что там нет мертвых душ. По словам и у министра здравоохранения Ульяны Супрун, Верховная Рада выделила на лечение за границей 100 миллионов гривен. Остальные 86 Минздрав отыскал самостоятельно. Парламентарии удивляются. Министерство озвучило требуемую сумму. Деньги перечислили. Но через месяц оказалось, что 186 миллионов не хватает. И за границу на лечение уедет только половина тяжелобольных. В Минздраве это объясняют банальной спешкой. И мы в понедельник целый день сидели на нашей комиссии. И каждый лист, когда был подписан, мы передавали на родину. То мы быстро-порно сделали, чтобы как быстрее наши могли поехать. Тем не менее, за последний месяц очередь ожидающих помощь увеличилась до 119 человек. И будет расти дальше. Из-за этого в июле больные попросили министерство увеличить финансирование до 470 миллионов. Чтобы хватило на всех. Минздрав согласился на 420, но просить у Верховной Рады эти деньги не стал. 420 миллионов до конца года. Мы просили. МОЗ просил. А вы озвучили сумму депутатам 186 миллионов. Они готовы были дать. Они готовы были дать. Попросите еще. Звідки вы знаете, что они не готовы. Ну, звідки они были готовы дать. Почему в Министерстве охраны здоровья ждут, пока назбираются какая-то колька людей, там 100, 150, 70 человек. И только тогда просят у Верховной Рады, у Кабмину выделить деньги. Что детям делать, которые помирают? В черзе померло уже три людини. В Минздраве же подсчитывают оставшиеся деньги и просят подождать. Обещают, смогут отправить за границу еще несколько человек. Но пациенты ждать уже не могут. Просят вмешаться нардепов и Кабмин. Павлина Василенко, Андрей Кузнецов. Подробности телеканал Интер. В Испании арестовали судно с украинцами. Их подозревают в наркоторговле. На борту испанский спецназ обнаружил 18 тонн гашиша. По последней информации, сухогруза Леди Босс арестован и доставлен в порт Альмерия. Среди 13 задержанных моряков 11 украинцев. В основном одесситы. Спецоперацию по перехвату судна, которая направлялась к месту перегрузки наркотиков, провели еще 8 августа, но информация об этом появилась лишь сегодня. Никаких деталей, что с украинскими моряками сейчас, пока не разглашают. За что в Саудовской Аравии теперь могут снять с рейса пассажиров? Кто стал самым богатым диджеем мира? И чем удивила фанатов легендарная «Металлика»? Об этом не только в нашем обзоре. Необычный дресс-код на борту самолетов саудовской авиакомпании «Саудия Аэрлайнс». Отныне пассажирам не разрешается носить одежду, которая могла бы вызвать дискомфорт у соседа. Женщинам предписано прятать руки и ноги, не носить обтягивающие и просвечивающиеся вещи. Мужчинам не разрешено подниматься на борт лайнера в шортах. Брэд Питт и Анжелина Джоли передумали разводиться. По данным издания US Magazine, знаменитая голливудская пара находится на пути полного воссоединения. Деска Джоли до сих пор влюблена в Пита и уже не считает, что он настолько плохой, как ей говорили друзья. Особенно после того, как актер начал вести здоровый образ жизни и отказался от алкоголя. Журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых диджеев. В этот раз его возглавил Келвин Харрис, сумевший заработать за минувший год 48,5 миллионов долларов. 33-летний шотландец обошел не менее знаменитого диджея из Нидерландов Тиесто с годовым доходом в 39 миллионов и американский дуэт The Chainsmokers, которому в прошлом году удалось заработать всего лишь 38 миллионов долларов. В Японии создали самый долго вращающийся спиннер в мире. Устройство под названием Seton Spinner может безостановочно крутиться вокруг своей оси в течение 13,5 минут, в то время как обычных игрушек хватает максимум на 2 минуты. Уверяют, что в продажу уникальная новинка поступит совсем скоро и будет стоить около 157 долларов. Группа Металлика показала себя с неожиданной стороны. Рокеры исполнили песню поп-певицы Рианны и саундтрек детскому диснеевскому фильму «Русалочка». Случилось это во время записи популярного американского караоке-шоу. Трейлер выпуска музыканты обнародовали на своей странице в Твиттере, собрав тысячи лайков пользователей. Полный выпуск программы покажут в эфире 15 августа. Итальянский миллионер Джанлу Каваки, прославившийся зажигательными танцами в Инстаграм, лишился сразу нескольких яхт, вилл и доли в гольф-клубе. Арест на имущество 50-летнего танцующего миллионера наложил местный банк. В Акине смог погасить очередной взнос по кредиту в 2 миллиона евро. Всего же его холдинг задолжал почти 30 миллионов. Пользователи в соцсетях предлагают миллионеру убираться у них дома, чтобы расплатиться с банкирами. Это все новости на сегодня. Хорошего вам вечера и до встречи завтра. Редактор субтитров А.Семкин